МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Улицы – немые свидетели и хранители истории нашего города. Мы каждый день ходим по ним, но редко задумываемся, что сделали люди, в честь которых они названы. Вы смотрите программу «Героические улицы Белгорода». Меня зовут Оксана Черноморец. И сегодня я расскажу вам еще об одной улице, которая хранит память нашего земляка, героя России, полковника внутренней службы Владимира Васильевича Борцева. Название улицы присвоили в 2006 году. Она расположена в новом юго-западном микрорайоне Белгорода. Сегодня здесь находится частный сектор, но совсем скоро появятся современные многоквартирные дома, школы, детские сады, красивые скверы и парки. Судьба распорядилась так, что в 90-е годы Владимир Васильевич участвовал в боевых действиях практически во всех горячих точках нашей страны. В это время на Северном Кавказе бушевала полномасштабная война. Лидеры бандитских формирований, пытаясь оторвать Северный Кавказ от России, призывали местное население не повиноваться органам власти, расправлялись с мирными гражданами и устраивали террористические акты в различных городах нашей страны. В спецкомандировке подразделения МВД на Северный Кавказ были регулярными. Владимир Васильевич выезжал и в Северную Осетию, и в Ингушетию, часто бывал в Чечне и Дагестане. Для того, чтобы узнать о его боевом пути, отправляемся в музей у МВД России по Белгородской области. Расскажите, пожалуйста, о том бое, за который Владимиру Васильевичу присвоено звание Герой России. Вы знаете, Владимир Васильевич неоднократно был в служебной командировке на Северном Кавказе, и это была очередная его поездка летом 96-го года, когда он находился в специальной группе. Группа выполняла особое поручение, и один из объектов, который он обеспечивал безопасность, вместе с личным составом боевики, предприняли несколько штурмов этого помещения, служебного помещения, которое находилось прямо под городом Грозный. В результате этих боев были наши потери большие. В том числе и руководитель этого сводного подразделения, который был тяжело ранен и не мог исполнять свои обязанности руководителя. Владимир Васильевич Бурцев взял на себя ответственность за личный состав. В результате очень тяжелого боя сложилась ситуация, когда наших мало, а бояков много. Окружение, и как в годы Великой Отечественной войны, настоящий командир принимал приказ, вызывая огонь на себя. Эта команда, которая была подана Владимир Васильевичем Бурцевым, она прозвучала на всю страну. Это вызвало сильную реакцию. Наша артиллерия и авиация предприняли все необходимое для того, чтобы снять блокаду этого подразделения, в котором находился Владимир Васильевич Бурцев, уже выполняя обязанности руководителя. Он проявил свои командирские способности и качество настоящего военного руководителя. Благодаря его решению многие остались живы. Не случайно поэтому этот подвиг его был высоко оценен указом президента Российской Федерации. Так он стал героем России. Всегда говоря о военных людях, о героях России, мы хотим узнать, каким же был человеком, боевым офицером, мужественным. А вот как относился к сослуживцам, каким был в жизни? Вы знаете, мне довелось знать родителей Володи. Я прошу прощения, что я называю его Володя. Вы лично его знали? Да, конечно. И сослуживцы вместе были, и работали в партийных комсомольских органах, потом были направлены на службу в органы внутренних дел. Я беседовал с его одноклассниками, однокурсниками по институту, в котором он учился. Знаете, это был особый человек. Как вам сказать? У него была особая мужская косточка. Это был офицер с большой буквы. Он был, как у Чехова, человек, и все должно быть прекрасно. Он был и красив, и строг, и принципиален, и честен, и, самое главное, справедлив. Не случайно поэтому его все-все уважали. Вот он имел свое мнение. У него еще была вот такая черта, правду матку сказать в глаза. Независимо от того, кто бы перед ним ни стоял. Генерал, рядовой, руководитель большого ранга. Он справедлив был, честен. И, самое главное, добивался результатов своей. А так, замечательный был человек. И спортсмен, на гитаре играл. Он оставил прекрасную семью. Сын офицер, супруга у него, подполковник, в отставке. Вот такой он был хороший. А сын продолжил, можно сказать, пошел по... Да, 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 да. Сын тоже служит у нас в управлении Министерства внутренних дел по Белгородской области. Офицер, старший офицер. Ну, что я скажу. Жалко, конечно. Столько лет прошло, а он для нас как был другом. Молодым, привлекательным, симпатичным, таким остался. За героические действия в ходе обороны заводского РОВД и комендатуры в Грозном Владимир Васильевич Бурцев был представлен к званию Героя России. 7 мая 1997 года ему была вручена золотая звезда. Тяжело восстанавливался после контузии и ранения, герой-полковник все же вновь встал в строй. И опять напряженная служба в областном РОВД в должности заместителя начальника управления по кадрам. Вся жизнь Героя России Владимира Бурцева – это яркий пример служения своему отечеству. Здесь в музее представлены фотографии, документы и личные вещи Героя. Камуфлированная форма одежды, которая находилась в последние часы и минуты своей жизни. Радиостанция, личное оружие, пистолет Макарова, холодное оружие в виде ножа, подсумок, где имеющиеся необходимые все документы. Представлены и командировочные удостоверения, с которыми он находился в последние часы и минуты. Краткая биография Владимира Васильевича. И у нас он основатель ассоциаций участников боевых действий. Здесь вот свидетельство находится. Он продолжил службу в отделе по борьбе с наркотиками. А затем в октябре 1998 года был назначен замначальника УВД, он же начальник управления кадров. Память хранится. Передаете из поколения в поколение о Герое России, нашем земляке. Расскажите, как погиб Владимир Васильевич? После восстановления, естественно, он периодически выезжал в командировку. При этом сопровождал наших сотрудников к месту дислокации на Северном Кавказе. И вот в ночь с 12 на 13 сентября 2000 года в очередной командировке он сопровождал наших сотрудников на Северный Кавказ. И в районе Кропоткина, Краснодарского края, когда он пересел из автобуса в машину сопровождения, выскочила машина из бокового заправочной станции, которая вдоль трассы находится, и врезалась именно в машину сопровождения там, где находился Владимир Васильевич. Он погиб сразу же на месте. В Белгороде имя Владимира Бурцева известно многим. В городе есть не только улица, но и в честь него назван правоохранительный колледж, в становлении и создании которого он в свое время принимал активное участие. Стоит сказать, что Владимир Васильевич являлся инициатором создания, но не правоохранительного колледжа, а лицея милиции. Лицей милиции существовал до 2013 года, и Владимир Васильевич являлся куратором этого лицея. Помогал со всякими организационными вопросами, непосредственное взаимодействие организовывал между руководством лицея и руководством министерства внутренних дел. Постановление губернатора Белгородской области лицею милиции было присвоено звание Героя России Владимира Васильевича Бурцева. А на кого вы учите? Кто ваши выпускники? Сегодня наш колледж готовит специалистов среднего звена по следующим специальностям. Правоохранительная деятельность, кинология, защита в чрезвычайных ситуациях и пожарной безопасности. Какие проводятся мероприятия? Может быть, турниры, соревнования? Во-первых, мы дружим очень с супругой Владимира Васильевича Ириной Алексеевны Бурцевой, которую приглашаем на все наши мероприятия, на торжественные. Она с удовольствием приходит, делится своими воспоминаниями, очень любит общаться с нашими студентами. Помимо этого мы проводим спортивные мероприятия, посвященные памяти Бурцева. Каждый год мы проводим неделю мужества, посвященную тоже его имени. И различные другие мероприятия. Стоит сказать, что 6 мая этого года нашему колледжу исполнилось 10 лет. И специально к этой дате мы приурочили создание и открытие именной аудитории Владимира Васильевича Бурцева. В этой аудитории на стендах представлены материалы, которые рассказывают о Владимире Васильевиче. На первом стенде его биография от рождения и до службы. На втором стенде представлен боевой путь Владимира Васильевича. И в первую очередь внимание обращено на те командировки на Северном Кавказе, в которых он принимал участие и руководил сводными отрядами милиции. И на третьем стенде у нас информация об образовании лицея милиции, об образовании правоохранительного колледжа и те мероприятия, которые сейчас мы проводим для того, чтобы чтить память Владимира Васильевича. Расскажите о наградах не только звезда героя на груди Владимира Васильевича, но и до этого еще получал много наград. Да, Владимир Васильевич много раз был в командировках на Северном Кавказе и получил ряд очень серьезных государственных наград. Он был награжден медалью за боевые заслуги в 1993 году. В этом же году орденом за личное мужество, в 1995 году орденом мужества и в 1997 году медаль «Золотая звезда». Он стал героем России. Вдохновляет образ, та работа, которую вы ведете по сохранению памяти ваших выпускников-студентов. Именно для наших студентов мы создали эту аудиторию, в которой подчеркнули всю биографию, боевой путь и награды, которые получил Владимир Васильевич. Я думаю, что, конечно, находясь в этих стенах и занимаясь за этими партами, наши студенты будут видеть это все, и это будет их вдохновлять на радный труд и на хорошую работу, службу в силовой структуре в первую очередь. Белгородцы бережно хранят память о герое-земляке. Именем Бурцева названа одна из улиц Белгорода – правоохранительный колледж, школа на его родине в селе Иловка Алексеевского района. В музее Белгум в честь памяти о бывшем студенте филологического факультета создан мемориальный стенд, а в Парке Победы на Аллее Героев установлен бюст. Владимир Васильевич Бурцев совершил подвиг, на который могут пойти исключительно смелые и мужественные люди, верные своему служебному долгу и своей родине. В его жизни слова никогда не расходились с делами. Сослуживцы отмечали его хорошее отношение ко всем окружающим, но при этом подчеркивали упорство и настойчивость в достижении поставленных целей. Звезда Героя, по праву упавшая ему на грудь, не стала причиной появления звездной болезни. Он оставался простым человеком, хорошим и справедливым руководителем, настоящим боевым офицером, который никогда не оставит своих в беде. Редактор субтитров А.Семкин